Вы сможете достигнуть чего угодно, когда перестанете делать все подряд. Всем привет! Я очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. Добро пожаловать! У нас с вами сегодня влог. Будем вместе наводить порядок, создавать уют, вкусно готовить, ухаживать за собой и что-то обсуждать. Приятного всем просмотра! Сегодняшний день я начинаю со стакана воды натощак и мыслей о жизни. В последнее время меня переполняют смешанные чувства. С одной стороны это удовольствие, радость, с другой стороны тревожность и напряжение. Тревога за то, как будет выглядеть школа в этом году, будут ли занятия. Я думаю, сейчас у многих мам такая тревожность. Когда в голове начинается хаос мыслей о том, что я сделала неправильно, какие ошибки допустила, какие планы не получилось осуществить, что у меня выходит из-под контроля, что у меня падает из рук и так далее, и так далее, я начинаю, конечно же, и напрягаться, и расстраиваться. И в тот самый момент, когда кажется, земля уходит из-под ног, я, конечно, не все трудности вам озвучила, я говорю себе, стоп, сегодняшний день будет лучше, чем вчера. Сегодня я постараюсь делать максимально, чтобы исправить какие-то ошибки, проанализировать их. И, конечно же, я вспоминаю о словах благодарности за все то, что я имею. Потому что, когда ты начинаешь концентрироваться на том, что есть, чего ты достигла, то это сразу поднимает тебе и уверенность, и настроение, и уже не так все кажется страшным. Иногда в этом потоке благодарности для тебя открывается идея, как решить сложившиеся трудности. С этими позитивными мыслями я заканчиваю пить воду и направляюсь в ванную комнату. Вот там меня ждут утренние гигиенические процедуры, в том числе уход за лицом. Уже почти месяц, чуть меньше, я тестирую новый профессиональный уход за кожей лица. Косметика Тиана, она разработана для домашнего применения. Ассортимент у них подобен конструктору. Все между собой сочетается, что позволяет подобрать полностью индивидуальный уход. Не знаю, насколько вам будет видна эта разница, может быть, даже вы не заметите ее, но я ее вижу, смотря с зеркала, и самое главное, по своим ощущениям, я чувствую, как кожа у меня стала дышать, при том, что я давно уже не делала чистку лица. Но, возможно, это заслуга пилинга. В общем, что входит в мой набор нового ухода? Это пилинг, огненный топаз называется, он идет с фруктовыми кислотами и натуральным аналогом ретинола. Когда наносишь его, то ощущаешь такое легкое пощипывание. Мне даже приятно, как, знаете, такое покалывание, как такой легкий приятный массаж. Кожа такая становится мягкая. У меня даже после чистки лица у косметолога в кабинете не было такого ощущения мягкости кожи. Она как обновляется моментально. После первой или второй процедуры каких-то внешних изменений я не увидела. Были только ощущения. Кожа нежная, кожа дышит. А вот спустя две с половиной недели я уже заметила внешние изменения. Слегка разгладились мелкие морщинки. И еще кожа выровняла цвет. Далее это сыворотка гель гиалуроновой кислоты. В форме ампул, в пачке 10 ампул, но одной ампулы хватает примерно на 3-4 использования. Признаюсь, здесь я не могу никак отметить, насколько она круто работает. Потому что все равно сыворотка идет в паре с кремом. И что больше дало эффекта, сыворотка или крем, или они в тандеме, вот тут я не могу сказать. Если от пилинга я вижу, что вот это пилинг, а вот результат пилинга, то с сывороткой посложней. Потому что я ее смешиваю с кремом. И далее у нас остается очень интересный экземпляр в виде такого шприца. Очень оказалось удобно в плане нанесения. Снял колпачок и выдавил столько продукта, сколько надо. Можно даже не соприкасаться с кожей. Ну и в целом это очень интересный продукт. Называется бустер филинг без инъекций. И вот это я вам скажу бомба. Во-первых, очень хорошо впитывается, наносится. Аромат бесподобный, повторюсь, аромат у всей этой косметики. Тиана классный. Что делает этот бустер? А бустер этот усиливает весь уход. И сыворотку, и крем. Более того, сам по себе он тоже дает мощный эффект, но при регулярном применении. Я для себя оптимальный вариант нашла такой. Сыворотка и бустер. И мне этого достаточно. Вполне кожа напитанная, увлажненная. Кто в поисках какой-то новой косметики уходовой, особенно после 30 лет, обратите внимание на бренд Тиана. Более того, когда мне предоставили эту косметику для тестирования, мне также подарили скидку, точнее промокод на скидку 40% для моих зрителей. Единственная оговорка, действовать эта скидка будет всего лишь неделю с момента выхода ролика. Так что, мои девочки-красавицы, кому это актуально, нужно, пользуйтесь. Напомню, промокод и скидка будут в описании. Ну, а теперь самое время приготовить завтрак. На завтрак у нас всегда каша. Варю я ее на воде с молоком. Примерно 50 на 50. Совсем недавно стала переливать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Далее у меня по плану привести себя в порядок, сделать такой легкий макияж. Сегодня минимальный набор косметики. Моя старенькая уже палетка от Фаберлик для оформления бровей. Я сегодня буду и брови ей оформлять, и буду использовать в качестве теней. Брови я оформляю кисточкой, которая входит в эту палетку в наборе. Далее тенями выделяю верхнее веко, точнее тени наношу на верхнее веко, на нижнее. И светлыми тенями выделяю зону под бровью. Далее наношу тушь. Кстати, мне эта тушь корейская нравится тем, что она смывается просто водой. Без всяких мицеллярок, гелий и тому подобное. Немного румян, светлая помада и легкий макияж дневной готов. Я его называю такой экспресс макияж. И выглядит хорошо, и много времени не затратила. Ну а далее меня ждет спальня, навести порядок, поменять постель. Сегодня хочу постелить новые пододеяльники, новую простынь, но не комплектом. Пока я буду всем этим заниматься, одеяло отнесу на лоджию. Там сейчас солнышко, очень жарко, чтобы они просушились, продезинфицировались. Напитались витамином D, чтобы ночью с нами поделиться. Ну а серьезно, я люблю просушивать на солнышке одеяло, подушки. Тогда они как новенькие. Выбираю простынь. Как видите, небольшой ассортимент. У меня кровать поменяли, размер увеличилось. Ну, постепенно буду докупать. Кстати, сейчас могу отметить, что простынь менять на резинке стало удобней. Так как матрас лежит высоко теперь, мне не надо его поднимать. Ранее мне приходилось прилично поднимать матрас, чтобы простынь натянуть. Пододеяльники мне надо отутюжить. Я буду сегодня стелить те самые белые. Но поскольку я решила утюжить белье, еще я отутюжу сразу все то, что было в горке. Попросила мужа принести мне воды в утюге, пока я пыталась понять, где мне удобно будет разместить гладильную доску. Так вот, смотрите, как Миша налил воды мне. Ну, я думаю, вы понимаете, да, девочки? Совсем немного. Мне надо было, конечно, полный утюг залить водой, потому что постельная, паровать, вода, очень хороший расход воды сразу. А футболочки, которые идут с рисунками, я утюжу с изнанки. Вообще, в целом, футболки утюжу с одной стороны, так как пар хорошо пробивает у моего утюга. И получается, ты утюжишь с одной стороны, вторая сторона тоже без складок. Поскольку я утюжу возле своей гардеробной, мне удобнее сразу вещи, которые хранятся на плечиках, повесить их на плечики. Поэтому я, не откладывая в сторону, сразу беру те самые плечики. У меня, кстати, эти черные плечики от Икеа очень нравятся, удобно. И убираю сразу гардеробную. А дальше, девочки, поделюсь с вами тем, как я утюжу рукава на футболках, как утюжу рубашки. Дело в том, что у меня муж не любит, чтобы на рукавах были отутюженные стрелки, вот эти выраженные. Поэтому я утюжу так, не касаясь краев. При этом получается ровненький рукав, без складок и нет этих стрелок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А далее забавный момент, только не удивляйтесь. Пододеяльники я, в принципе, не утюжу последнее время. Лишь сегодня это делаю по причине того, что конкретно этот пододеяльник получился очень мятый. После стирки я решила его немножко расправить. А так обычно я стираю, сушу, складываю в стопочку и все, я не трачу на это время. Не утюжу их. Из нового комплекта я взяла только пододеяльники, они очень красивые. Вот простынь белая и она не на резинке, мы такой не пользуемся. Вообще, в целом, для нас с Мишей не принципиально, чтобы постельное белье было одного комплекта. Поскольку я меняла постельное белье, конечно же, какие-то волосы, какой-то ссор, нитки упали на пол и я пройдусь только пылесосом. Полы на днях мыла, они чистые, а вот именно собрать осыпавшееся, все, что осыпалось от постельного белья. Единственное, что я делаю очень часто, почти каждый день, это протираю поверхности, влажная уборка. Всегда чистенько, свежо, тем более, что у нас за окнами идет стройка и оседает вот эта строительная пыль очень быстро. Начинаю готовить ужин, у меня будет жаркое в горшочках. Сейчас обжариваю телятину, добавила уже приправы, также обжариваю грибы. Сюда я добавила приправы черный перец, чеснок и приправа у меня такая универсальная для мяса. Плюс сейчас к мясу отправлю лук, а грибы, в грибы тоже, наверное, добавлю перчик и чеснок. Готовлю немного, на нас двоих с Мишей, так как мальчики у нас такое не едят. Девочки, это самое вкусное жаркое в горшочках. Обязательно добавьте маринованных огурчиков или соленых огурчиков. Значит, пока у меня обжаривалось мясо и грибы, я нарезала картофель, добавила немного масла растительного, чтобы легче было мне сейчас перемешивать с укропчиком. Я сюда добавила также соли и немного молотого чеснока. Все это перемешиваем. Вообще, по идее, огурчики тоже можно сюда закинуть и перемешать, но я все-таки выкладываю слоями огурцы. Единственное, что я смешиваю, это укроп и картошечку. Хорошенечко-хорошенько. Ну, а далее я все выкладываю слоями в горшочки. Сначала мясо выкладываю, распределяю равномерно. Далее кладу картофель. В ту миску, где был картофель, я высыпаю грибы, так как у меня остался укроп, и я как раз с грибами остатки укропа также выложу в горшочек. Все это аккуратненько распределяю, смотрю, чтобы было везде поровну. И затем выкладываю маринованные огурчики. В последнем в горшочке я выкладываю чеснок и заливаю водой на одну треть. Вообще, конечно, лучше бы заранее приготовить соус какой-то, но у меня сегодня вечером дела вне дома, поэтому мне надо успеть приготовить ужин и поехать по делам, поэтому сегодня я обхожусь водичкой. Горшочки я накрываю и отправляю в разогретую духовку. Буду их там томить при температуре 180, может даже 200 градусов, не менее 40 минут. Затем я добавлю сыр. Ну, я вам дальше покажу. Спустя 50 минут я достала горшочки. Сейчас добавлю сыр. У меня это тертый пармезан готовый покупала. И отправлю еще минут, наверное, на 20, может быть, 15. Я уже помыла некоторую посуду руками, что-то в посудомойку отправила. В общем, руками я всегда мою доски, ножи, кстати, я мою всегда руками. Я их в посудомойку не отправляю. Деревянные лопаточки руками, ну, естественно, сковородки с таким покрытием. Миску эту помыла, потому что там особо-то и грязно не было, буквально спала с ножем. Сейчас буду протирать посуду, а пока кофе. Поставила варить кофе в турке. Очень хочется, мне на дорожку надо. И еще один момент, которым я хочу поделиться. Я уверена, что вы знаете и делаете так. Но вдруг нет водичка. Ее надо пить не только утром натощак, но и в течение всего дня, особенно в жаркую погоду. Простую воду минимум литр-полтора в день надо пить. Девочки, это будет просто праздник для вас. Она же такая вкусная. Стою, караулю кофе. Он так и ждет, что я отвлекусь. О, о, все, поймала. Никуда он от меня не сбежит. Я еще так ложечкой его перемешиваю. Все, выключаю этот цвет. Сейчас налью молоко. Разогрею его. Сделаю пену и кофе. Но пока водичка. Нарезала салат, огурец, помидор, красный лук, укропчик. И заправляю вот таким маслом виноградных косточек. Покупаем на iHerb. Очень нравится. Постоянно берем либо такое, либо масло авокадо. И, в общем-то, осталось перемешать, переложить в красивую тарелочку. Достать горшочки, зажечь свечи и насладиться ужином. Влог завершаю нашим семейным ужином. Дети уже поели и побежали своими делами заниматься. А мы с Мишей при свечах сели спокойно поесть, обсудить все то, что было за день, какие-то планы на будущее, ближайшее будущее, какие-то, может быть, в общем, что-то обсудить. Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне в гости, провели с нами время. Как всегда, мне будет безумно приятно ваша поддержка в виде пальчика вверх. Я вам желаю хорошего настроения. Я надеюсь, что мы совсем скоро снова встретимся. А вы помните, что день завтрашний будет гораздо лучше, чем день сегодняшний. И всем пока!